здравствуйте всем любителям дифрага с вами привет будем и экстенчик у нас сегодня версия точнее не версия серия номер два про дифраг теорию сегодня мы вам расскажем про различия и сходства vq3 и cpm физики многих это волнует новых людей вопрос вот мы решили сделать такой небольшой обзорчик на то что есть в каждой из физики на то что в каждой из физик там в одной есть другой нету и вы собственно про вам вам про это про все расскажем ну фути нам показывают что плавают они в принципе одинаково что физики цпм что физики у q3 случайно и первый пункт который бросается в глаза это аэроконтроль то есть это такая скажем способность на не способность даже как как бы это назвать способность способность цп мера перед ваку трикерами то что здесь у нас сейчас запущена ваку 3 физика здесь нельзя скажем не завалять своими движениями в воздухе точнее можно но эти изменения и повороты мало значительно малозаметны и с небольшой скоростью все повороты все повороты в вк-3 физики совершаются в основном за счет поворотов на земле то есть вся ваша задача заключается в том чтобы остановиться на земле не совсем остановиться а начать уже тормозить коленками а пол и в этот момент повернуть мышку в нужное вам направление зажимая кнопки стрейфа то же самое направление цпм физики на ваку 3 на ваку 3 сленге это короче называется ground jump добавить а я даже не знаю а в цпм же это все осуществляется одной единственной кнопкой можете зажать просто кнопку влево либо кнопку вправо поворачивать ту же самую сторону что и зажата кнопка мышку и вы будете без потери скорости даже с ее набором если это правильно конечно делать поворачивать в ту самую сторону которая вам нужна в ваку 3 это тоже есть но это очень покрутить слышь в одну сторону с одной кнопкой с одной кнопкой но это очень ну в общем это да это не эффективно скажем это да это ну на минимальные и направить себя минимально другую сторону как тут можно с помощью этого цпм же это можно конкретно изменить поток движения то есть на небольшой градус буквально вы можете отклонить себя свою траекторию движения от первоначальной с помощью кнопки стрейфа непосредственно покутри физики следующее что я хотел рассказать и расскажет это буди это дабл джампы табл джампы от цпм не пойдем пойдем давай в цпм не давай начали дабл джамп зайдем давай дабл джампы роман золотый в начале ваку 3 то наверно покажем нот цпм 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 по проще будет начать делать дабл джамп прям вот в общем дабл джамп он как правило есть он увеличивает высоту прыжка и позволяет пройти препятствие более быстро чем это позволяет физика выку 3 то есть выку 3 уже так близко дабл джамп сделать не получится выку 3 вы просто врежетесь грубо говоря это позволяет вам делать второй прыжок сразу после первого если имеется препятствие на не выше по моему какого там своего собственного роста что там прыжок или не выше высоты прыжка точно не выше высоты прыжка если имеется препятствие то вы можете приземлившись перед ним сделать второй прыжок опалки отталкиваешься непосредственно от этого препятствия ну и увеличив свою высоту прыжка в полтора раза где-то сравнительно к утре к сожалению такая возможность она отсутствует теперь я думаю нам нужно вернуться с тобой на одну карту знаменитую господи вот это разучился нам нужно рассказать теперь про халфбит это особенность уже непосредственно в кутри физики и заключается в том сначала в цепочку заключается в том что вы можете набирать скорость сейчас включу даже полосочки отдельно пара полоски на баре по позже вы можете набирать скорость особо не виляя мышкой ну то есть можете держать его в одном направлении в левом либо вправо который вам удобно это такой стиль стрейфа при котором набор скорости по прямой значительно выше если же делать это фуллбитом уже уже фуллбитом вы теряете как определенное количество псов потому что крутитесь из стороны в сторону в этот момент у вас набор скорости не происходит но подробнее о стрейфе и так далее у нас будет еще определенное видео это сейчас мы просто говорим про разницу физик то есть в кутри есть халфбит его нет потому что там этой кнопкой можно поворачивать там хоть как у вас не получится надо просто особенности физики такие даль дальнейшее различие является циркл джамп это значит первоначальный прыжок cg так называемый различие в чем в в кутри физики циркл джамп можно сделать 50 юнитов в среднем ну точнее не среднем вот такой достаточно хороший циркл джамп 550 по скорости в цпм он равен 620 такой добротненький в среднем сам циркл делается в принципе быстрее можно быстрее это покрутить различие заключается в том что набор скорости на земле в в кутри цпм физики они абсолютно разные то есть цпм вы набираете на земле гораздо большую скорость чем в кутри а уже воздухе различий особо нет то есть данным и там и вы набираете одинаково воздухе скорость но на говорим в цпм просто хотел добавить что в цпм на земле набирается около четырехсот девяносто часов то есть пока вот ты крутишь джор 490 у тебя в кутри это где-то 390 получается ну 400 и вот за счет этого собственно циркл и больше выше сильнее быстрее понятно значит нам теперь нужно на слик карту нам нужно показать какая разница на скользящих картах скажем есть такой тип карт там где вся поверхность как бы скажем представляет из себя лед по которым вы скользите и надо показать разницу физик в кутри и цпм в кутри это просто получается вы стрейфите по полу то есть без нажимания джампа из каких-либо других усилий других кнопок вы просто скользите получается как наземный стрейф такой то есть он скорости особо не прибавляют больше чем набор скорости вам пришел идет такой же с такой же скоростью как и в полете просто здесь он происходит постоянно потому что вы вам не нужно менять снап зоны вам вы собственно просто как бы это объяснить то адекватно просто спросите мы как бы него кутри керам цпмер но основу хотя бы знаем в цпм физики же набор скорости идет значительно быстрее чем при стрейфе чем просто если ты будешь прыгать там идет невероятные ускорения и можно набрать там 2000 юнита буквально за пару секунд если очень захотеть да можно наверно даже назвать слик это в цпм как конкретно можно даже как ускорение наверное обозвать но и вы кутрию сейчас вот наглядно можно видеть как как можно поворачивать в кутри то есть по идее поворачивать особо не получается особо не получается цпм давай зовут как можно поворачивать в цп сразу по 2000 упс сразу идет жесткий набор скорости то есть маневрировать вы можете тут же тут же проявляется аэроконтроль которые просто благодаря это вот измененные физики изначально конечно физика была в кутри потом сделали челлендж промоут это тот убрали ограничения по контролю добавили еще пару плюшек и выскочили еще пару приколов пару приколов это так называемые бусты это такая такая любимая многими и нелюбимая другими людьми вещь благодаря которой вы можете набирать скорость на земле если вы задамажили всяким нить оружием то есть если вы допустим выстрелили стен нам нужно вернуться на сникет на стироль так сити рокет скажем если у вас есть ракета вы выстреливаете в стеночку это можно делать любым типом оружия который имеет сплэш то есть это может быть лазма давай давай даже так сделаем да сразу все виды оружия покажем это может быть рокет это может быть плазма это может быть бафуга это может быть граната а не за шафт да тоже можно но там нужен нужно отклонение физики cpm 1 по моему она называется или это конкретно какой-то шафт определенный что ли я честно не за это у майперов надо спросить который этот он до позволяет и забираться в принципе можно пусты с ним делать то есть он наносит дамаг если ты стреляешь в стену рядом с ну мы разговариваем четыре основных здесь оружие это будет бфг граната ракеты и плазма в основном который делается бусты то есть цпм физики если вы допустим выстреливаете скажем рокетом в стену возьми на то то образуется такая сликовая поверхность аслики мы рассказывали немножко ранее сликовая поверхность на земле и вы можете на очень маленький промежуток времени проскользить на этой поверхности и набрать дополнительно себе скорости фрейма 4 там где-то дается да где-то 4 фрейма на это больше ну опять но 50 миллисекунд среднем и то есть за этот промежуток времени вы можете в цпм физики непосредственно поменять направление движения как это сейчас вы увидите с ракеты и добрать еще скорости как бы в среднем просто ракета от если отталкиваться от нее стена дает где-то 50 километров 50 километров в час а в юнитах это сколько там 550 что просто просто ракета да просто и если просто сюда нам там 530 по а вот 600 юнитов ну 600 600 в плазмой примерно технология тоже только надо стрелять можно да можно и от стенка на то уже совсем наркомания может но это делается а пол все стреляете в пол перед приземлением сами себе наносите урон образуется под вами поверхность и вы тоже можете менять направление вы можете добрать еще скорости сколько вам необходимо так самая что и с рокетом технология с бфгой абсолютно такая же абсолютно идентичная про гранаты обычно это делается вверх она если подлетает и нужно выстрелить умудриться сделать так чтобы она взорвалась над твоей головой толкнула тебя в пол и тогда уже ты проскользишь например на участку пару раз бустер показал как это выглядит вот как-то так ну то таймить надо с грилл с гранатой как правило сложнее где-то это вставить вообще это буст да это надо он ранее расчеты и не всегда полезно он просто есть мой поэт показали выку 3 такой штучки нету набрать скорость на земле и резко повернуть другую сторону нельзя выку 3 можно добавить себе немножко как там говорил ты немножко направление совсем чуть поменять да да там как и на стике то есть ничего по сути имеется просто создается под вами сликовая поверхность по которой вы можете немножко проскользить но скорость особо не добавит то есть нет такого чтобы хоп и 500 юнита вам дало просто просто вы не потеряете скорость на земле грубо говоря вот так это можно назвать также есть различие между переключениями скорость переключения оружия между физиками то есть цпм физики это происходит абсолютно моментально плазму хоп рокет хоп там что-то еще а в в ку-3 физики происходит это все с задержкой задержка там порядка сколько пять фреймов что или сколько или три фрейма 48 нет или 6 фреймов ну примерно вот можно показать то что я стреляю плазмой и сразу беру рокет практически моментально происходит а в ку-3 будет выглядеть ноту в ку-3 надо проглядывать всю ситуацию наперёд в этом плане то есть он всегда то есть задержка имеется между переключением оружия она небольшая но все-таки она есть то есть нельзя моментально поменять допустим с плазмы на рокет и отстрелиться как это делать в цпм также хочется сказать про есть разные скорости оружия в цпм скорость ракеты допустим выстрела ракета летит со скоростью 1000 юнитов а в в ку-3 она летит со скоростью 900 юнитов то есть это надо учитывать чтобы поймать ракету в ку-3 достаточно будет 900 юнитов вот видите будет попытался показать но я думаю все все увидели что скоростью 900 можно вот 930 ты уже обгоняешь это свои ракеты в цпм это же скорость является 1000 юнитов так следующий момент который нужно рассказать сейчас ну если хочет показать там все-таки ракеты ну тогда наглядно что наглядно сейчас вот 1000 ну в общем я думаю вы поняли есть такая вещь как высота предметов изначально в в ку-3 физики это высота предметов то есть допустим аптечки там мигахелс и так далее высота ее равняется 40 юнитов просто пм она составляет 48 и благодаря она пиздесят этому сколько 58 даже 58 за счет вот этой особенности физики в цпм можно брать какие-либо предметы но как энтити назвать что ли их можно брать в прыжке в ку-3 если вы вы можете просто перелететь этот предмет и у вас ничего не получится так вот тоже особенность это существенное различие физиках потому что в ку-3 тогда придется еще и спейсинг подстраивать если допустим надо взять на ходу да так и последнее различие которое мы нашли это звобы 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 в ку-3 и звобы в цпм про звобы оба и их оба мы расскажем отдельно просто мы сейчас упомянем это вскользь в ку-3 звобы они повыше за счет тоже определенных особенностей физики в цпм они происходят ниже все различие пока показывать сейчас сожалению то возможности и там незначительно высота по моему различаются вот так просто говоря номинально различие есть мы просто упомянули ну что надеюсь наш такой самопальный видео гайд был немножко полезным и разъяснил некоторым людям небольшие особенности различия физик сейчас я вам покажу таблицу чтобы хотя бы вы запомнили немножко наглядно этих различий да ну вот как итог получается что в ку-3 аэроконтроля нет даблджампы сделать нельзя ну то есть можно но они не дают дополнительной высоты и на определенном расстоянии от предмета который находится выше ну примерно уровне прыжка где-то халбит как особенность есть для лучшего стрельфа circle jump медленнее пятидесяти пятиста пятидесяти усов теледжамп 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 в ку-3 забыли упомянуть к сожалению что прошляпил момент в цпм можно выпрыгнуть из телепорта если телепорт точнее то место откуда вы выпрыгиваете находится прямо на земле то можно как сейчас я переключу то есть находясь на земле если телепорт находится на земле можно набрать скорость как при слиге выходят то есть из телепорта да у вас примерно та же система что и при бусте только только при телепорте дамага уже не получается все вы можете выбрать если же телепорт находится в цпм физике над землей то вы из него вываливаетесь также как и звуку 3 да ну и в цпм можно сделать из телепорта долл джамп давай ножки да для этого требуется приземлиться перед самым телепортом влететь в него и еще раз выпрыгнуть уже выходя из него в ку-3 физики она немножко отличается в ку-3 да уже скорости так много вы не получите и как правило его нету по идее то есть вы прыгаете точно также просто вы из него вываливаетесь встаете на землю делаете серкал джамп грубо говоря как то так то есть двойным выпрыгом вы туда не вылетите ну минимальный какой-то там есть прирост скорости но это очень несущественно и абсолютно незаметно вернемся к нашей таблице непосредственно слик мы рассказали то есть не меняет физики набор скорости происходит в ку-3 как при стрейфе в основном цпм же набор скорости значительно быстрее вы сами это все видели и наблюдали любимые нами бусты в ку-3 по сути они есть но как бы они бонусов не дают поэтому мы написали что их нет в цпм естественно разница заметно что с бустом что без поэтому они есть переключение оружия происходит в ку-3 с задержкой в цпм происходит это моментально ну скорость ракету и высоту предметов вы видите на себе на экране про рампинг и звобы это будет отдельное видео это наверное когда стрейф будем затрагивать про рампинг а звобы наверное а звобы я не знаю как-нибудь я думаю покажем то есть всякие мелочи дифрага мы обозреем обязательно и расскажем что потом по ходу других видео будем просто это да но все я думаю настала пора прощаться ну не прощайся со мной ладно всем спасибо всем пока и удачи